Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Коварный лед. Прогулки по замерзшей поверхности зареченских водоемов могут быть опасны для жизни. Специфика наших прудов такова, что на них так называемые образуются майны, которые не замерзают полностью всю зиму. Конгресс здоровья. Финал. Онлайн-проект Дворца культуры «Современник» объединил тысячи жителей Пентинской области и Атомградов. Привет из Трехгорного. Меня зовут Захар Первухин. Моя семья участвует в марафоне «Конгресс здоровья». Ни дня без спорта. Несмотря на отмену соревнований, зареченские баскетболисты повышают квалификацию на специальных семинарах. К нам либо ученики обращаются, школьники, как им в домашних условиях себя подготовить, учителя физической культуры, как подготовить на уроках физкультуры начальник класса баскетбола. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Пензе утонул пятилетний ребенок. Как сообщают региональные СМИ, на реке Пензятка в Терновке тонкий ледяной покров не выдержал двоих детей, которые ушли на прогулку без родителей. Семилетнюю девочку удалось спасти, а ее младший брат утонул. Ранее на пруду в Нижнеломовском районе утонул 56-летний рыбак. Зареченские спасатели предупреждают, выход на замерзшую поверхность городских водоемов также небезопасен, несмотря на кажущуюся прочность льда. Быстро чертят лед коньки. Зареченцы начали выходить на лед, когда поверхности прудов едва успело затянуть коркой. Пока не выпал снег, и дети, и взрослые весело рассекали по зеркальной глади городских водоемов. А вот сотрудники поисково-спасательной службы восторга катающихся не разделяли. Специалистам хорошо известно, что посещение таких импровизированных катков – дело рискованное. Подобное развлечение может быть опасным для жизни, даже если толщина льда внушает доверие. Специфика наших прудов такова, что на них так называемые образуются майны, которые не замерзают полностью всю зиму, и поэтому создают большую опасность. Были года, когда у нас на этом пруду образовывалось семь майн. И они образовываются не на одном месте, а постоянно гуляют. И в каком месте они образуются в следующий раз, то есть никому неизвестно. Но эта особенность городских водоемов не очень пугает бесстрашных зареченцев. Например, увидеть любителей подледной ловли на прудах в зонах отдыха «Солнечная» и «Лесная» можно практически каждый день. Хотя рыбаки со стажем знают, что никакой зимний улов не стоит риска оказаться под водой. Это далеко. Зачем вот туда зашли? Там глубина. А я прошел так вот, померил палку, и все. Нельзя заходить глубоко. А я вот у берега посидел так. Жена звонит домой. Зареченские спасатели ежедневно замеряют толщину льда на городских водоемах. При сильных и длительных морозах вода на прудах может промерзать до 50 сантиметров и больше. Но пока максимальный показатель не достигнут. Казалось бы, 20 сантиметров – достаточная толщина для нахождения на льду. Но, по словам начальника поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Заречного Сергея Крота, никаких гарантий она не дает. Поэтому сотрудники Управления гражданской защиты ежедневно патрулируют зоны отдыха, проводят профилактические беседы с горожанами. Особое внимание детям и подросткам. Постановлению правительства Пенинской области запрещено детям до 14 лет вообще выходить на лед. Поэтому всех родителей хочется предупредить, чтобы следили за своими детьми, не выпускали их на лед. Ну и больше профилактики проводили в своих семьях. С приходом зимних морозов в новостных лентах все чаще стали появляться сообщения о несчастных случаях на водоемах. В разных городах страны зафиксированы происшествия, когда люди проваливаются под лед. Пенинская область – не исключение. В конце ноября в областном центре утонул пятилетний ребенок. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Жители атомных городов, в том числе и «Заречного», определят лучший социальный проект, реализованный некоммерческим партнерством «Информационный альянс атомных городов» на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом». В 2020 году состоялся всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». Были определены лучшие муниципальные практики в атомградах. Активная работа велась в рамках проектов «Росатом вместе» и «Гражданин страны Росатом». Самые перспективные инициативы активных горожан были поддержаны в ходе акселератора социальных проектов. Пожилые граждане учились в школе «Серебряный возраст», все впереди, а юное поколение реализовывало свои идеи в школе «Молодежь и цифровизация». Представители руководящего звена стали слушателями школы глав. Теперь жителям страны «Росатом» предстоит выбрать лучшие из восьми проектов. Голосование проходит в мобильном приложении «Гражданин страны Росатом» и в телеграм-канале «Атомные города». Кроме того, на страничке «Атомные города» в Инстаграм под постом с информацией о голосовании можно оставить свои предложения о реализации в своем городе иных социальных проектов в следующем году. Голосование продлится до 15 декабря 2020 года. И об эпидемиологической ситуации. В России впервые за неделю выявили меньше 26 тысяч случаев COVID-19. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на данные Оперштаба по борьбе с распространением инфекции, 2 декабря прирост составил 25 тысяч 345 заболевших. За все время коронавирусом заразились свыше 2 миллионов 340 тысяч человек. За минувшие сутки выписаны по выздоровлению почти 27 тысяч пациентов. С начала эпидемии вылечились более 1 миллиона 830 тысяч. Наряду с этим в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки. Впервые подтверждено 589 летальных случаев. Таким образом, за все время скончались свыше 41 тысячи человек с коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в Пензенской области 2 декабря превысило 20 с половиной тысяч. За сутки выявлено 167 новых фактов инфицирования коронавирусом. Три человека скончались, 92 выздоровели. С начала эпидемии выписаны по выздоровлению свыше 17 тысяч 600 пациентов. Умерли 246 человек. Как уточняет пресс-служба регионального правительства, 66 новых случаев инфицирования выявлено за сутки в Пензе. От 1 до 22 в 15 районах области и за Речном. Среди заболевших 22 ребенка в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. В нашем городе 2 декабря подтверждены 7 фактов заражения COVID-19 из числа ранее выявленных. Завершен открытый онлайн-марафон «Конгресс здоровья», организованный Дворцом культуры «Современник». Проект, посвященный пропаганде здорового образа жизни, был поддержан Общественным советом Госкорпорации «Росатом». В онлайн-марафоне приняли участие несколько тысяч жителей Пензенской области и Атомградов. В чем причина такой популярности зареченского проекта, узнала наш корреспондент Ксения Тризна. Привет из Трехгорного. Меня зовут Захар Первухин. Моя семья участвует в марафоне «Конгресс здоровья». Семьи, коллективы, группы детских садов в полном составе присоединились к Конгрессу здоровья. Этот проект, разработанный сотрудниками Дворца культуры «Современник», собрал около трех тысяч участников, самому юному из которых чуть более двух лет, а самому опытному почти 80. Это не только жители города Заречного, но и вся практически Пензенская область от Спаска до Кузнецка. Также принимают участие еще три города Госкорпорации «Росатом». Это город Саров, это город Лесной, это город Трехгорный. Онлайн-марафон «Конгресс здоровья» вошел в число победителей конкурса социально значимых проектов, организованного Общественным советом Госкорпорации «Росатом» и получил грант на реализацию. Марафон прошел на интернет-платформе. Все работы участников опубликованы в официальном аккаунте «Современника» ВКонтакте. Конгресс здоровья собрал вместе активных и инициативных людей. Большой вклад в создание видеороликов, плакатов и фото внесла молодежь. Даже были такие случаи, когда руководители подали заявку, но и где-то немножечко подзабыли о ней. Молодежь сама звонит, молодежь сама предлагает, и очень здорово, что это действительно именно так. По условиям онлайн-марафона участникам нужно было сделать фотографии, нарисовать плакаты, придумать и снять социальную рекламу или семейный видеоролик на тему здорового образа жизни. Конкурсанты поделились рецептами вкусной и полезной пищи, рассказали о своих спортивных хобби, показали, какие упражнения выполняют по утрам. Конгресс вызвал большой резонанс, ведь тема здоровья в этом году особенно актуальна. Приятно то, что есть обратная связь. Очень много откликов, очень много лайков, очень много перепостов и очень много комментариев на страничке к разным, ну в различных номинациях, к разным непосредственно работам, которые представлены на этот конгресс. Сбор заявок завершен, все работы поступили в распоряжение жюри. Члены конкурсной комиссии начали оценивать их и намерены сообщить результаты в ближайшее время. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Подробнее об итогах двух грантовых проектов крупнейшего учреждения культуры города и новогодних планах мы поговорим с директором Дворца культуры «Современник» Владимиром Ионайтисом. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Юных зареченцев вместе с родителями приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Операция новогодняя игрушка». Старт творческому состязанию дал Красногорский филиал Музея Победы. Участникам предлагается смастерить елочные украшения в стилистике военного времени или посвященной юбилею Победы. Прислать работы участники могут до 20 декабря. В случае, если отправить игрушку почты не вышло, можно прислать фотографии подделки и этапов ее изготовления. Основные критерии оценки работ – соответствие тематике конкурса, креативность замысла и оригинальность названия работы, сообщает пресс-служба Музея Победы. Итоги конкурса для регионов будут подведены в ходе онлайн-трансляции 25 декабря 2020 года. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Красногорского филиала Музея Победы. И о спорте. Зареченские баскетболисты в этом году не смогут принять участие в традиционных соревнованиях сезона – школьной баскетбольной лиге Кэсбаскет и городских турнирах. Они отменены из-за коронавирусных ограничений. Однако для поддержания спортивной формы и совершенствования навыков игры для спортсменов и тренеров в нашем городе организованы обучающие семинары. Как баскетболистам удается оттачивать мастерство онлайн, расскажет Елена Степкина. Бросающий игрок не имеет права пересекать линию штрафного броска до того, пока мячник коснется кольца. Теория на практике. Наверное, это самое точное описание сути семинара по баскетболу. Судья всероссийской категории за судейским столом на площадке мастера спорта. Все движения баскетболистов обозначены и одновременно, как в замедленной съемке, показаны. Для онлайн-семинара по баскетболу выбрали 12 тем. Среди них штрафной бросок, тайм-аут, пробежка, нулевой шаг, первый спорный бросок. Много внимания уделили фолам в защите и нападении. Как трактовать неспортивный фол, как трактовать фол в нападении или все-таки фол в защите. Это часто случается на площадке и у многих возникают вопросы, потому что не хватает какой-то информации, скажем так, обучения. Поэтому мы решили сегодня это вкратце осветить. Онлайн-семинар по баскетболу – это уже третья обучающая встреча. Традиционно в ноябре в Заречном проходили межшкольные соревнования по этому виду спорта. В этом году из-за ограничений, установленных в связи с пандемией коронавирусной инфекцией, игры отменили. На уроках физкультуры и занятиях в секциях педагоги и ученики продолжают готовиться к турнирам. Тактика, упражнения, правила разбирают на семинарах. Все семинары у нас в принципе подобраны темы такие, что к нам либо ученики обращаются, школьники, как им в домашних условиях себя подготовить, учителя физической культуры, как подготовить на уроках физкультуры начальные классы к баскетболу. В основном в числе зрителей очередного онлайн-семинара по баскетболу были педагоги. Но с видеосеминаром могут познакомиться все желающие. Ссылка для скачивания размещена на сайте информационно-методического центра Заречного. Материал будет интересен и полезен и начинающим спортсменам, и тем, кто уже несколько лет занимается баскетболом. Играют в стритбол, да и просто любят баскетбол именно для них и для тех, кто, наверное, хочет заниматься спортом, не может определиться. И для своих, для тех, кто посещает наш зал, кто много тренируется, им тоже это будет полезно, потому что они маленького возраста, 2009-2010 годов рождения, им это тоже будет очень интересно. В планах организаторов провести еще два семинара. Во время этих занятий участники разберут тактические действия и игру в баскетбол 3х3. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Ну а смену баскетболистам-школьникам готовят недистанционно. Детсадовцы поучаствовали в очередном этапе городской спартакиады «Дошкалята». Здесь они смогли продемонстрировать свои навыки обращения с баскетбольным мячом. Здравствуйте, ребят! Детсадовцы! К очередному этапу городской спартакиады «Дошкалята» готовы. Воспитанники 17-го детского сада одними из первых приступили к выполнению упражнения «Бросок в баскетбольное кольцо». К этим, впрочем, как и ко всем другим соревнованиям, готовились на уроках физкультуры. Любое спортивное состязание, по словам воспитателей, вызывает у детей восторг. Борьба за включение в состав сборной разгорелась нешуточная. Взяли лучших, но подготовку прошли все желающие. Очень дети любят и относятся к этому с радостью и позитивом. Большое место занимает в развитии физического ребенка. Это, конечно, спортивные упражнения и элементы спортивных игр. Задание этого тура спартакиады «Дошкалята» простое. С расстояния 2 метра от центра кольца нужно выполнить 5 бросков в корзину. К соревнованиям воспитатели подготовили не только спортсменов, но и болельщиков. Каждый точный бросок товарищей ребята сопровождали ликованием. Из-за ограничений, установленных с целью нераспространения коронавирусной инфекции, этот этап спартакиады «Дошкалята» растянулся на неделю. Соревнования по броскам в баскетбольное кольцо проводятся отдельно в каждом детском саду. Команда должна состоять минимум из 14 человек. 7 девочек, 7 мальчиков, ну можно, конечно, больше. А в зачет команды у нас идет 4 девочки, 4 мальчика, лучшие результаты. Специальный приз организаторы подготовили для спортсмена, который точно выполнит все 5 бросков. Но пока с этой задачей никто не справился. Следующим этапом соревнований станут прыжки через скакалку. Они состоятся до Нового года. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Продолжается городская спартакиада трудовых коллективов города. В 59-й раз команды предприятий, учреждения и организации вступают в борьбу за звание самых спортивных. Спартакиада включает множество дисциплин. Спортсмены-любители состязаются в шахматах, пулевой стрельбе, плавании, легкой атлетике, лыжных гонках. Одним из этапов спортивного марафона стало первенство по дартсу. Десять команд стали участниками соревнований по дартсу. Состязания состоялись в рамках четвертого этапа 59-й спартакиада трудовых коллективов города. Мария Мелешкина представляла сборную информационно-библиотечного объединения. Она набрала 242 очка и показала один из лучших результатов турнира. Твердая рука и поддержка команды моей. Да, вообще это мой первый опыт в такой спартакиаде. Дартсом не занималась никогда. Но, в общем-то, все получилось. Отстреляла хорошие баллы, как мне сказали. Все участники соревнований по дартсу были разделены на две группы. В первой состязались спортсмены-любители, во второй – новички. Это командное личное соревнование, то есть оценивается и команда, и личные результаты. Личные результаты лучшие женщины в первой группе и лучшие мужчины в первой и второй группе. Есть три пробных попытки по три дротика, и в зачет идут 10 попыток по три дротика. По результатам соревнований по дартсу первые места среди опытных спортсменов заняла команда производственного объединения «Старт». У новичков лучшими стали представители Зареченского технологического института. В личном зачете лидировали Юлия Пали и Дмитрий Цирулев из сборной городообразующего предприятия. Ольга Журавлева из «Ремстроя» и студента ЗТИ Денис Бубнов. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Творческие проекты Дворца культуры «Современник» и подготовка к новогодним праздникам. Об этом через пару минут. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Подарков много. Бывает. В корпорации «Центр». Например, узкая стиральная машина LG всего за 29,990. И, конечно, доставим в квартиру. Бесплатно. Корпорация «Центр». Подружески. Только так. Соус «Майонезная чудесница» 59,90. Мега выгода в Скидкино. Норковая шуба от 35 тысяч. Мутоновая от 9 тысяч 900. Дубленки от 15 тысяч 500 рублей. Только с 4 по 13 декабря. Лале Антилоп. Йогуртный продукт «Альпинленд» в ассортименте 3,90. Успей купить в Скидкино. Зата.ТВ. Единый интернет-портал городов Зата атомной промышленности. 10 городов-участников. Всегда актуальные новости. Совместные проекты. Живое общение. Зата.ТВ. Всегда вместе. Всегда рядом. Сыр российский. Пестравка. 369,90. Мега выгода в Скидкино. В Росатоме изобрели ядерную батарейку. На Белоярск АЭС приступили к оцифровке документов. Крышку реактора для первого энергоблока АЭС АККУ изготовили на Атоммаша. Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор Дворца культуры «Современник» Владимир Анатис. Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир, буквально накануне вы завершили реализацию двух крупных проектов. Расскажите, пожалуйста, о том, что это были за проекты, ну и, естественно, их итоги. С августа месяца Дворец культуры «Современник» реализовывал два проекта, поддержанные Госкорпорацией «Росатом». Первый проект – это проект «Это все нам родное и близкое». Наши участники знакомились с различными промыслами, которые характерны для нашей обширной матушки России. Ребята расписывали игрушки, ребята лепили, ребята участвовали в различных мастер-классах, и в мастер-классах же участвовали их педагоги. Общее количество участников свыше 500 человек. Сейчас в фойе Дворца культуры развернута выставка, каждый зареченец может прийти и познакомиться с теми работами, которые были сделаны участниками этого проекта. Это был онлайн или оффлайн проект? То есть вот каким образом была организована вся вот эта вот работа? Это в основном был проект оффлайн. Мастер-мастер Дворца культуры приходил в различные группы, в детские сады, в образовательные организации, в трудовые коллективы. Знакомил, как я уже сказал, с различными техниками. Если говорить про возрастные группы, то самому младшему участнику в этом проекте было около трех лет, самому опытному – ну, около 50 лет. И вот эти вот все работы, которые сейчас выставлены, то есть каков итог-то? Сколько этих работ? И в каких… То есть это всевозможные техники, начиная там от Крайнего Севера, да, и закачивая Калининградом? Нет, конечно. В основном это промыслы, которые характерны для нашей Пензенской области. Это Абашевская игрушка? К нам приезжал специалист по Абашевской игрушке Владимир Ворожейкин, проводил мастер-класс для педагогов. Это Семеновская игрушка и многие-многие различные техники, которые характерны именно для Пензенской области. Второй проект – это как раз онлайн-проект. Когда мы готовили пакет документов, мы изначально предполагали, что данный проект будет реализовываться именно в онлайн-пространстве. Здесь четыре номинации. Называется он «Конгресс здоровья». Ну и, соответственно, номинации так или иначе раскрывают вот это название. Отрадно, что в этом проекте активное участие приняли семьи. Это говорит о том, что в семьях на самом деле правильное отношение к воспитанию детей. Наши родители пропагандируют здоровый образ жизни, в первую очередь, в семье. Большая довольно-таки номинация. Четыре направления было в семейной номинации. Вторая номинация у нас была – это фото, фотография. Третья – это социальный ролик, ну и плакат. Дворец культуры активно тоже принял в этом участие. У нас есть и плакаты, у нас есть, ну, назовем это социальным роликом. Все работы выставлены на страничке ВК нашего учреждения. Да, были у нас небольшие проблемы. В 20-х числах ноября наш аккаунт был взломан, но благодаря технической поддержке ВК все работы вернулись. Здесь география очень большая. Очень приятно, что приняли участие наши граждане. Это и образовательная организация, и студенты, и работники предприятий, организации города, ветераны. Пензенская область от Спаска и до Кузнецка. Очень обширная география. И три города госкорпорации «Росатом». Это Лесной, это Саров и это Новоуральск. Очень приятно, что эти работы, они на самом деле очень ярко раскрывают тематику вот этого самого онлайн-проекта. Владимир, скажите, пожалуйста, вот эти проекты завершены. Что впереди? Насколько я понимаю, пока ближайшие планы – это Новый год. Новый год будет тоже онлайн? Я надеюсь, что Новый год, который нас всех ожидает, буквально вот не за горами, а все-таки, он позволит вот эти новогодние мероприятия, позволит нам, пускай и на социальные дистанции, но отметить его традиционно. Уже 19 декабря зажгутся огоньки на наших лесных красавицах. Но вот сегодня-то вы же уже поставили, украшали елку. Да, сегодня елка на площади Дворца культуры, она практически уже имеет законченный вид. Работники горэлектросети установили, повесили на нее гирлянды, мы повесили шарики. Оформляем, продолжаем оформлять площадь, на которой в этом году пройдут самые главные новогодние мероприятия. Именно здесь, как уже неоднократно было сказано, устанавливается главная елка города. Именно здесь горожане встретят Новый год. 1 января в 2 часа мы приглашаем всех горожан именно на нашу площадь. Ну и далее все рождественские мероприятия, основные рождественские мероприятия, в том числе ее коглавы, она состоится на площади Дворца культуры, да, на улице. Владимир, и в завершении какие-то еще проекты, грантовые проекты, либо проекты, которые связаны с Госкорпорацией Росатом, с Общественным Советом Госкорпораций, в дальнейшем вы планируете так же реализовывать? Мы ежегодно традиционно готовим ряд проектов, которые активно поддерживаются в первую очередь администрацией города, ну и далее Госкорпорацией Росатом. Я очень надеюсь, я верю, что в следующем году мы обязательно примем участие вот в этом грантовом конкурсе. Я надеюсь, что получим финансовую поддержку от Госкорпораций для реализации проектов, которые интересны нашим горожанам в городе Заречном. Ну, будем надеяться, что эти проекты у нас в следующем году будут реализовываться уже не онлайн, а так вот, скажем, в натуре. Владимир, большое спасибо за участие в нашей программе. Ну и теперь уже будем встречаться ближе к Новому году. Если что-то изменится, вы обязательно нам расскажете о том, какие мероприятия нас ждут в новогодние праздники. Спасибо и всего вам самого доброго. Спасибо. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго и до встречи на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин